Воспитанники детского сада номер 8 в игровой форме повторили правила дорожного движения. Конкурс на знания ПДД для них подготовили представители отряда юных инспекторов движения школы номер 60. Оценивали уровень знаний дошколят представители госавтоинспекции. Мероприятие прошло в рамках областной акции ГИБДД «Внимание, дети!». Подробнее обо всем расскажем в нашем следующем сюжете. Ваша команда? Автомобиль! Ваш директор? Тише, 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 дальше будешь! С представления команд, девизов и слоганов началась игра «Дорожный алфавит» в детском саду номер 8. К ребятам в гости пришли представители госавтоинспекции и юные инспекторы дорожного движения школы номер 60. С целью провести занимательный конкурс и выяснить, насколько мальчишки и девчонки знают правила поведения на улице и на дороге. Это наш не первый поход в дошкольное учреждение. И каждый раз все наши визиты в садики проходят с большим удовольствием. Ведь наши дети сами когда-то были малышами, сами посещали детские сады. Сейчас они выросли и хотят поделиться своими знаниями с детсадовцами. Школьники подготовили для дошколят пять непростых этапов, которые в рамках игры назывались станциями. Дети должны были решать ребусы, собирать тематические пазлы и отгадывать загадки. Вам не стоит удивляться. Отсутствие машин и узким проходом можно здесь передвигаться только пешеходам. Среди участников конкурса – будущие первоклашки. Многим ребятам уже в скором времени предстоит одним добираться в школу и из школы. А потому это мероприятие проходит не развлечение ради. Оно имеет практическую пользу. Сегодня в рамках областной акции «Внимание, дети!» во всех образовательных организациях проходит подготовительное мероприятие к началу нового учебного года. Конечно же, в дошкольных образовательных учреждениях также данная работа проводится, потому что дети получают базовые знания именно в дошкольном учреждении. Они должны иметь представление об угрозах, которые существуют на проезжей части и как правильно действовать в той либо иной ситуации. На лицах дошкольников уверенность. Они не сомневаются в своих знаниях и готовы к любым вопросам и испытаниям. Ребята регулярно повторяют правила дорожного движения на занятиях с воспитателями. В течение всего учебного года с детьми мы изучаем правила дорожного движения. И по традиции ежегодно у нас проходит неделя дорожной грамотности. И каждый из дней недели дорожной грамотности имеет свое направление. И дети демонстрируют свои навыки, умения. Дети на оценку отлично уяснили, что знать все правила движения и, конечно, соблюдать их необходимо. Для того, чтобы не врезаться, ну, чтобы не сделать аварию. А почему пешеходы должны знать правила дорожного движения? Потому что их может сбить машина. Надо переходить дорогу только на пешеход, где зевра. Надо поглядеть налево и направо. Я знаю, что ты когда на велике подходишь к пешеходу, надо слазить. Потому что если водитель не увидит, он тебя может сбить. Правила нельзя переходить на красный цвет. Потому что зеленым показывают машины, значит, им можно ехать. А людям показывают красный, значит, им нельзя идти. В итоге в конкурсе победила дружба. Каждый из команд стал обладателем почетной грамоты и полезных подарков, светоотражающих элементов. После викторины ребятам дали возможность познакомиться с устройством патрульного автомобиля, на котором несут службу дорожные полицейские. Также в рамках областной акции «Внимание, дети!» у пешеходного перехода, расположенного вблизи детского сада, малыши вместе с инспектором ГИБДД и представителями ЮИД нанесли по трафаретам предупреждающие надписи для пешеходов и велосипедистов.